Соль – это новая цифра, которая обозначает количество чего-нибудь. Понятно. Число обозначает обязательно количество чего-нибудь. Отлично. По вашему мнению, число бывает отрицательное? Отрицательное? Можно. А тогда количество чего оно обозначает? Обычно нет. Нет, не обязательно нет. Бывает отрицательная температура. Вполне бывает. Считаем на любую уровень тахита, да? Или бывает отрицательная высота. Ну, отсчитываем от какого-то уровня. То, что вверх это плюс, то, что вниз это плюс. Нормально. То есть, бывает отрицательное число, да? Хорошо. А число бывает дробное? Дробное. Да. Ага. То есть, что такое дробное? Вы понимаете? Замечательно. А дробное – это обязательно одна вторая, одна третья. А какие вы, например, какую-то дробную дробь можете привести? Какую дробь вы знаете? Я бы сказал, что одна вторая бывает. Одна третья бывает. Еще что-то бывает? Две третих. Две третих. Отлично. Три четвертых. Отлично. Еще что-нибудь поинтереснее? Побольше, чтобы вылечить номинации. Шесть и десят четвертых. Шесть и десят четвертых. А можно попроще написать? Шесть и десят четвертых. Можно. Одна девятая. Одна девятая. А чтобы можно, нельзя было записать проще, а дробь все равно была бы с ужасным числителем и знаменателем. Честно. Давай. Одна, одна, одна миллионная. Одна миллионная – это дробь? Одна миллионная – это дробь, я уже не дробь. Да? Одна миллионная – это дробь. Отлично. А две тысячи восемнадцать? Две тысячи девятнадцать. Это дробь или нет? Дробь. Замещает. Тогда что такое дробь? Это часть от шага, часть от числа. Опа-па-па-па. А что такое? Что такое число? Это то, что нет. Когда вы говорите, что дробь – это какая-то часть от числа, то возникает интересный вопрос. А что такое число? Часть от целого. Часть от целого. А что такое целое? Целое? То есть часть от коллектива предметов, которые… Это что-то одно. Обычно целое означает целое. Это по-моему, ты. Хорошо, спасибо. Вы видели совершенно отличный чайный представлярчик. Он знает, что такое дробь. Мы объяснили, что такое дробь. Но они при этом не объяснили простую вещь. Потому что он мгновенно сказать, и мучает его, что нет такого, как дробь от числа. На самом деле, дробь – это и есть в большом еще число. Что такое рациональное число? Объяснить не так проще. Я попытался это привести в вид шутки. Но на самом деле, конечно, я могу сказать, что мой сын, я не согласен. Он строго узнал, что такое рациональное число, только в этом году. И звучит определение рационального числа. И в следующий вопрос. Рассмотрим отношение эквивалентности, заданное на множестве пар, где первое число – это любое целое число, а второе число пар – это любое и правильное число. Две пары называем эквивалентными. В том и только в том случае пара АВ записана будет пара вот так. И пара ССС называете эквивалентным. Тогда и только тогда, когда АВ как ОВС. А дальше надо объяснить, по какому правилу мы эти числа перемножаем. На самом деле, правиль перемножения очень простой. Чтобы умножить АВ и ЦВ, вы должны написать АИССКИЕ ПИИ. И объяснить, по какому правилу мы их складываем. На самом деле, это не такая простая штука. Так вот, чтобы строго объяснить эту конструкцию, нужно потратить некоторое количество времени, а даже чтобы полно не петь, а в ситуации надо понять, о чем идет речь. И вот по-настоящему, я действительно не советую, там, раньше 7-го, 8-го, 9-го класса, это во все вам, в общем, зацепило, вдуматься. Сейчас вам достаточно такого наивного представления. Рациональные числа – это дроби. Повторяйте, не совсем правда, потому что, скажем, 1,2 и 2,4 – это одно и то же рациональное число. Да? Хотя записываются по-разному. И более того, даже 100,000 – это та же самая 1,2. Какая-то, конечно, это не такая простая штука. Хорошо, вот это все, у меня вопрос о том, что рациональный число. А что же такое мир рационал? А не мир рационал? Это число, но не рационал. Ну, замечательно. Слушайте, а это очень странно. Если не число, называем национальное число, откуда же я возьму, что ненациональное. Так, господа, из тех, кто понимал, что слышали, что было иррациональное число. Кто знает пример иррационального числа? А если иррациональное это дробь, то любое целое число это будет иррациональное. Не верю, в какой-то случае. Целое число это дробь составляет 1. Скажем, число 8, это на самом деле 8. Нет, целое число, конечно, иррациональное. Да, пример иррационального числа. Что это? Ура! Вы произнесли то самое слово, корень из двух. Так вот, господа, задача светочного состояния. Корень из двух, это вот что такое. Это во сколько раз диагональ квадрата больше его стороны. Вот если у нас есть квадрат со стороной один, то диагональ называют корень из двух. Давайте это число для кратности я обозначу букву А. Господа, есть абсолютно понятная картина. Сейчас нарисую вот так, вот так, вот так. Скажите, пожалуйста, сколько клеточек будет в этой фигуре? Две. Две. А вы понимаете, что это на самом деле квадрат со стороной А? Да. Значит, А в квадрате это два. Вот именно поэтому и говорят, что диагональ это корень из двух. Это число, которое при умножении на себя даст двое. Так вот теорема. Полегензия эту теорему узнали в пифагорейской школе. Есть страшная легенда о том, что они засекретили эту формату. Ребята, я абсолютно не знаю, соответственно, для этой легенды партии, но вот есть такая мрачная легенда о фагорейской школе, что они философствовали и во время своих философских мечтаний заявляли, что все на свете может быть сведено к изучению целых чисел. Отлично. Действительно, на очень многие вопросы математики можно ответить, изучая разное целое число. Замечательно. И вдруг один из этих персонажей понял, что в квадрате диагональ и рациональная. Тогда они наложили санкции, а именно запретили богорейцам рассказывать об этом всем. что они не нужны. Потому что этот страшный секрет нельзя, чтобы узнали обычные люди, иначе слишком умные стали. И кто-то там из этих пифагорейцев вдруг оболтался. И так далее, и вот. Дальше мы взяли на маленькие кусочки, там стреляли, повесили, сожгли, и еще что-то там с ним сделали, и дальше кто-то взяли и садится. Повторяю, абсолютно нет никаких доказательств, что это было так на самом деле, потому что есть другая легенда, конкурирующаяся. Легенда гласит, что когда пифагорейцы узнали о том, что корень из них не рациональный, они не объявили это страшной тайной, а наоборот решили сообщить об этом всему миру, и по этому поводу зарезали такое безумное количество пухов, и устроили клир там на сколько-то тысяч, или десятки тысяч человек. Вот. Какая из тех времена не знаю, да и не особо хочу знать. Это, знаете, может быть там было все какие-то совсем-то эти коспы. Важное другое, это был действительно меликий, меликий момент в 18, когда вы спросили, что это число не верится. Адам.